Коллеги, в конце будет секция с ответами на вопросы, да, я думаю, уже немного их зададим, у меня свобода много. Чтобы вы понимали, я уже знаком с Митой Садочным больше года, наверное, полгода, например, прожили в офисе вместе, проработали, а вопросов у меня, ну, так скажем, не особо-то меньше и стало. Учитывая, что отношения к там, что-то киловатта, в общем, я узнал, не так давно, в целом. Вот, но в силу того, что я достаточный лук, это, ну, как бы, позволяло мне задавать непростые вопросы и находить на них непростые ответы, чтобы я это мог вносить до большого количества людей. И вот когда мы, многие нас в комментариях обвиняют, что, в комментариях ВКонтакте, значит, что мы вводим людей в воззаблуждение, репомируя велосипед, а сами рассказывают про электродвигатели. Я говорю, зачем же вы людей обманываете? Вы же велосипед не продаете, то есть, а показываете велосипед. Вот, я бы хотел вот от этой ловушки такой, которую мы у нас заманили, идти вот, глобально о чем говорил Женя, к продукту, да? Кто занимается бизнесом, понимает, что в основе здорового, развивающегося предприятия лежит конкурентный, нужный всем, приносящий пользу продукт. Вот, как продукт, основа. Вот. Этой основой в данном бизнесе является технология. Просто она вам показана на электровелосипеде конкретно. Для того, чтобы участок его заведет, вы посмотрите, как он крутится. Но, в глобальном смысле, что такое технология? Что такое технология, если вот электродвигателей? Женя вот начал как раз про это говорить очень хорошо. Вот, электродвигатель, это не колесо, или там, не мотор, как он называет. Это вот, если по большому счету смотреть, это устройство, которое энергию электрическую, вот, если электрическая энергия по проводам течет, превращает в энергию механическую, в энергию движения, которое просто что-то движет с местом. То есть станки движутся, метро движется, эскалатор движется, вентилятор крутится, то есть просто энергия движения. Мы, как люди, ну, что там, что килограмма земли оторвем, да? Лебедка оторвет тонны. Вот лебедка — электродвигатель. Лебедка — это вот этот вот черный ящик, который взял электрическую энергию откуда-то и превратил ее в механическую. Но построили, потому что электродвигатель поднял эту штуку сюда. То есть вот все движение в мире, вот, большинство из нас никак не связано с производством, никак не связано с машинными отделениями, там, лифтом, но не видишь, что он все движется. То есть вот наша же комфортная жизнь, она связана с тем, что мы такие ленивые, что мы свою попу сажаем на трамвай, и он нас везет. То есть вот механическая энергия, которую мы экономим, там, не мускулей силой, это вот электродвигатель. Вопрос в том, что эффективен ли он, то есть сколько он энергии взял и сколько он энергии механически где выпал. То есть вот этот показатель его эффективности, или, допустим, как быстро он его может выдавать, как долго и так далее. Вот, для того, чтобы понять, ну, так, кстати, что тут вот электрическая энергия я начал. Очень в глобальном смысле легко понять роль электродвигателя. Вот среди всей вырабатываемой в мире электроэнергии 60% потребляют электродвигателя. Асинхронные, асинхронные электродвигатели даже не подскажут. Кстати, вот вся энергия в мире вырабатывается, вот электрическая которая, из нее 60% потребляют вот эти электродвигатели. 21% освещение, которое светит. Ну, все остальные проценты, это вот все остальное, что мы используем. Соответственно, если мы говорим, что электродвигатель делает более эффективное употребление энергии, грубо говоря, то получается не 60% уже там, а половину из нее там сэкономим, ну, 40%. Тоже, чтобы у вас было понимание, мы вот живем в эпоху такой максимализма, что если какое-то устройство не в 10 раз лучше предыдущего, то никакое уж оно и крутое. И тут я тоже сначала говорю, ну, четко где-то 40%. Ну, там, типа, вырусток стал на 40% меньше, это же не важно. А потом умные большие дяди мне сказали, Сергей, как дела говорят с головой? Ну, 2% экономии на предприятии, это, говорит, бюджет всех зарплат предприятий. То есть ты на все экономии 2%, все станут гораздо богаче сразу. 2% все слышали про эти лампочки, да, энергоэффективные. Ну, то есть они, да, есть задача, светло, чтобы было. Да, светло, есть удобно, да, все делать удобно. Тебе говорят, лампочки светят, они едят энергию, вот настолько освещают. Тебе приходят и говорят, замените вот эти лампочки, вот на эти, в 2 раза будут. Ну, поменяем, то же самое, да, вот, изменим. Там несколько процентов тоже. Здесь та же история, но только рынки, но и другие, там, в 3 раза больше. Теперь будет следующий вопрос. Так скажем, проект, мы, в том смысле, за такую силу он взяться, искали более 2 лет. Много, мы всяких, поверьте, ученых видели? Из глобальной волны кто-то знает, что много всяких ученых бывает, да? И у всех, так скажем, продукты на разных стадиях готовности. Вот. А этот продукт на стадии готовности, так скажем, что вот, берись и гадайся. То есть, все сегодня, у всех, кто-то сегодня попробует, дает, что это правда работает. А, но, ну, это тоже стареем, старше становимся, и скепсиса нас все больше и больше. Если раньше мы в какой-то проект нырялись головой, вопрос не задавая, например, ну, надо и надо, то потом, ну, как, может, подожди, ну, как, объясни, почему же он все-таки такой хороший? А силу того, что слово «киловатт», для меня было примерно килобайт, ну, то есть, я вообще не понимал. Мне нужно было как-то понять, то есть, какая вообще сравнить вот этот продукт, ну, можно продукты сравнивать. Как технологию сравнить? Я что, знаю владельца других технологий? Ну, то есть, у кого я могу вообще спросить? И я вот вот в поиске решил пойти и посоветоваться, как. Если ты сам ничего не понимаешь и кому-то понимаешь, да, ваш инвестициал, инвестиции. И я вспомнил, что в Туле у меня есть старший товарищ, ему, там, больше 60 лет, и у него много бизнесов, несколько больших образований. И он у него относится к внешнему предприятию в Туле по модернизации двигателей, ой, по ремонту двигателей. А Дуинок мне сказал, Серёж, если ты не понимаешь, как работает вот этот конечный продукт, он говорит, мою технологию можно применить на текущих. Вот работает электродвигатель, вот, он сейчас работает. Ты с него, ну, сними, провода сними, другие провода положи. Кстати, тогда он мне ещё рассказал, что электродвигатели, оказывается, горят. У них есть международный интервал, где надо чинить в целом. То есть, ты его купил, работает, работает, он у тебя сгорел, ты идёшь, ну, не много покупаешь, а ремонтируешь его, но тебе ставят фотоширники, меняют обмотку, сгорел, меняют что-то, ну, в общем, что-то делают, и она опять работает у тебя. Ну, то есть, отремонтировал. И это огромное предприятие, и это делается регулярно. Вот, семь миллиардов, как говорится, выпускается в год, ещё семь миллиардов тех, что уже сделано, ремонтируются. Просто это вот, ну, кто вот знает про этот рынок, кто, может, здесь есть обмойщики, кто знает, что вот электродвигатели. Ну, вот есть люди, да, потому что это нормальный, абсолютно процент. То есть, ну, я не знал, в общем, доказаться, сто процентов. Вот, да, я поехал к нему на предприятие, ну, попросил встречи, попросил совет, говорю, можешь мне это рассказать? И он говорит, человек, есть такой разработчик, связанный с атмосферой, тоже электродвигателя, Дуйнов. И, как я думаю, фамилию Дуйнов сказал, дед, что, когда улыбки расплылся, он говорит, так он нас и разолотил. Я говорю, чего? Как нас разолотил? Вот, там рассказывают, да, я его официальный представитель. То есть, мы заключили дистанционный договор на территории Дула на право модернизировать, ремонтируют двигатели по его обмотке, по его принципу, по его технологии. И что, говорит, дальше происходило? То есть, мы работали регулярно. То есть, у нас предприятия, у нас есть подряды, вот, предприятия, которые эксплуатируют двигатели. Маши машины, заводы разные там, и так далее. Они нам регулярно привозили свои двигатели чиниться. То есть, нам не нужно всего новых клиентов, все это ничего, просто мы оказываем услугу. Соответственно, мы заключили с Дмитрием Александровичем Дуйновым договор, и сколько стоит наша услуга? Раньше нашу услугу стоило где-то 40% в основности нового двигателя. Стоит двигатель 50 тысяч. Его, ну, восстановить стоит 4 тысяч. И стоят, ну, 100 тысяч, не большой шок какой-то, да? Стоит 40 тысяч. Мы стали модернизировать, вернее, мы стали, после того, как мы предложили клиентам ремонтировать двигатели году и новому, мы, говорит, стали с ними брать 100-120% в основности двигателя. То есть, у нас причиниться двигатель стало дороже, чем купить новый. Вопрос. Почему люди соглашались? Почему люди хотели купить? Он искал много страшных слов. Там всякие осинусы, псинусы падающие, напрягающиеся. Короче, он сказал так. Не регулирует, не греется. Экономит электричество. И горит, ну, межремонтный интервал сильно увеличивается. То есть, электродвигатель. А, еще немного меньше денег тратим. То есть, под затратом для нас, вот, по ремонту, то, что мы делаем, то же самое. Это обычная услуга. Мы сняли ту же работу, положили только по другому принципу. Но у него, как у клиента, двигатели стали реже гореть. То есть, просто они стали, там, в три раза реже приезжать. Они стали... Почему они стали реже? Потому что они предельные нагрузки выдерживают. То есть, двигатели не стали работать в оптимальном режиме. Вот. На автомобиле, вы знаете, да, расход топлива, там, при 100 км, оптимальный, да, примерно. Будешь порой 200, у тебя он будет, там, в 10 раз больше. Ну, там, в 5 раз больше. А едешь только в 2 раза быстрее. У двигателя так же. Есть тот, для чего он спорректирован, с какой скоростью должен вращаться, вот такой нагрузкой. А есть момент пуска, когда ты с нулею ворота. То есть, он едет. Он может гореть, вот он, наверное. Тут не горит. Вот. И, соответственно, сказал... Вот так вот начали работать. И его вот этих вот эмоций, его вот этого отзыва, то есть, не знаю, как это, пришел тут мальчик спросить, длинного слышал, и он начал вот эту историю рассказывать, и очень интересную очень. Вот, ну, это позволило заложить в выходае, что да, здесь что-то есть, соответственно, дальше разбирался, пошла в эту историю, там, магниты, не магниты, вот. Но вот о чем Женя интересную тему поднял? Почему мотор-колесо? Почему мы вынуждены говорить про мотор-колеса проявить? Потому что мотор-колесо, вот, понятно, прям вам, каждому сидящему здесь, это можете купить вы. Вы никогда не будете задумываться о, там, 20-киловатнике, который стоит на насосе, который подает вам воду горячую в трубку, чтобы вас циркулировало насос, гоняя. Об этом задумывается владелец этого предприятия, владелец котельной, не знаю, может, есть, конечно, такие, ну, здорово вот, то есть, просто они говорят, окей, вот мне нужно, чтобы насос был постоянно работал. Этот ест 100 тысяч рублей в месяц электричества, вот этот ест 40, ой, 60, на 40% меньше. Для него это понятно, для вас это непонятно. Если бы мы вам графики показали, вот он, это перемотно стоит, это неперемотно, вы бы не поняли, не услышали, не увидели, то есть, это, это достаточно, ну, крайне интересно. А когда мы говорим, смотрите, вы бы в шмон ходили, а теперь все не поехали. Ну, разница, да, очевидно. И, то есть, никто не может делать асинхронные, вот эти, вот, без магнитов, мотор-колеса, потому что, если мы совмещаем две технологии, вот эти вот, намотки, звезды и треугольник, то, конечно, они неэффективны, звесообразности в их производстве нет. То есть, вот, по какой причине только они смогли сделать. Но потребность же есть в этом, но эти же хотят, то есть, компактные предприятия. Вот, соответственно, поэтому данный проект, ну, видится нам, ну, чертовски привлекательно, имеющий в своей основе именно технологию, зерно, разработчик, который, вот он прям, как, разработчик. Что это может придумать, ну, как это обрабатывать, то есть, что-то там происходит. То есть, понять это крайне сложно, но достаточно, как бы, увидеть глазам, как мы верим своим, ну, как он же стоит, он же крутится. Мы уже, ну, катаемся, ну, и когда ты катаешься, ну, понимаешь, ты сидишь, ты сидишь, карточка, ты сидишь, сидишь, и человек, который смог это сделать, обратился и дал возможность, ну, всем нам в этом участие принять. То есть, опять же, что не очень часто происходит, обычно, ну, кофейку там предлагают отключение, там, знаете, там, купить на Алис-Предс этот товар, да, в сплач. Ну, как, в коллективной закупке кто участвовал, да. Вот, то же самое, только чуть попрупнее. Вот, поэтому давайте, наверное, такую часть официального вот этого выступления, да, когда с этой стороны говорили закончим. Если вам понравилось, давайте похлопаем. Саня, коллеги, примени, пожалуйста, вопрос, и у кого есть вопрос. Добрый день, всем здравствуйте, меня зовут Людмила Ихаскеревна, прошу прощения за мой голос, это очень красиво. Вот, я уже вступил в проект, очень интересная эта тема, сам я инженер энергетики, который мне проработал. В общем, вопрос такой, ну, для начала чисто технически. Сказано, что у данного мотор-колеса будет увеличен межремонтный интервал. Насколько он будет больше, да, и насколько возрастет гарантия, именно, работы его относительно, ну, имеющихся технологий. Так, ну, по поводу межремонтного интервала. Во-первых, говорилось изначально о межремонтном интервале общепровышленных двигателей, потому как, во-первых, они еще и зависят от условий эксплуатации. Можно тогда я дополню немножко, ну, возьмем такой среднестатистический, да, для промышленности двигатель, ну, 35 кВт-1000 оборотов в минуту. В среднем до двух-трех раз увеличивается межремонтный интервал. Вот, опять же, есть некоторые двигатели, которые изначально уже дефектные, то есть, например, с подгорелым железом, потом, как его ремонтировали, выжигали обмотки, есть с оборванными стержнями. В этих случаях по-разному бывает. Как правило, тоже увеличивается. По мотор-колесу, опять же, смотря, с чем сравнивать, межремонтный интервал, межремонтный интервал, по-магнам для электродвигателей, таких является, собственно, ресурсом подшипников для мотоколяса, что они, в первую очередь, без строя выходят. А, да, да, и так же, в зависимости от причин, то есть, если это какая-то коррозия из-за попадания влаги, то здесь, может, и в десяток раз межремонтный интервал быть выше. Я вас понял, спасибо. Еще у меня нет вопросов, я не знаю, кому адресовать это, походу. Вопрос, да, вопрос следующий. Сказано, что будет, ну, впоследствии строиться технология, то есть, ну, заводы и все прочее, продаваться технология, это понятно. Допустим, сейчас было озвучено, что уже около ста предприятий, которым продана технология, ну, и таким вот образом проведена переоснастка. Как узнать количество таких предприятий, как связаться напрямую, да, с вами, чтобы, допустим, я с Дальнем Востока, есть предприятия, на которых я в том числе работал, где можно это применить. То есть, где взять информацию, сколько предприятий, какой объем продаж, да, то есть, какие эти предприятия на Дальнем Востоке есть ли и как с ними работать. В общем, тут чисто организационные моменты. Ну, по организационным моментам сейчас сработаем на создание специализированного ресурса. Вот, у нас есть форум двигатель.myfor.ru, на котором общаются между собой работники. Многие из них оставляют свои контактные данные для того, чтобы с ними можно было связаться и сделать заказ, например, на модернизацию двигателя. Вот, по количеству лицензионных договоров и по всем предприятиям данных, по предприятиям, доски пока нет. Вот, связаться можно с нами, с нашей компанией по вопросам на заключение лицензионных договоров, обучения для использования технологий на вашем предприятии. У нас уже выработана давно стандартная шаблонная форма лицензионных договоров, поэтому все достаточно быстро можно подписать, зарегистрировать, переполнять. Вот, контактные данные для связи указаны на нашем сайте. Еще вопрос. Вопрос патентов. Понятно, что некоторые технологии, ну, уже все технологии, технологии запатентованы в России. Но ведь есть такое понятие, как международный патент, да, то есть применение в мире и все прочее. Запатентовали мы в России, здорово. Продали мы, ну, допустим, мотор-колесо, приехал нас, купил тот же господин из Китая, господин там из, я не знаю, Виталии, там, в Соединенных Штатах. Все разобрали, скопировали, сделали, допустим, свой патент. Что дальше? Теперь они нам предлагают, ну, то есть, допустим, с какими-то изменениями, понятно, иначе патент не пройдет. Предлагают эту же технологию нам. Как мы обезопасим себя от того, чтобы наши конкуренты, как уже было в истории, с нашими технологиями, и российские наши конкуренты у нас не приедут? Ну, в первую очередь, главная патентная защита – это наличие… У нас команда-разработчиков, которые дают наши технологии вперед, поэтому, в первую очередь, защита – это регулярный вывод на рынок новых образцов двигателей, техники, которые обладали бы значительно лучшими характеристиками по сравнению с предыдущим поколением. Во-вторых, патент на технологию сам принадлежит нам, поэтому даже если они зарегистрируют патент какой-нибудь промообразиес с какими-то отличительными свойствами, им все равно придется владеть лицензионные платежи, потому как они будут применять наши технологии, и, соответственно, правда, и таковых их нет. Без работ нас. Спасибо. У кого еще вопросы есть? Коллеги, можно, пока мы сейчас вот от этой темы не ушли, я очень необычную, ну, как сидя, расскажу историю. И сейчас, возможно, у многих у вас сложилась такая вот картина, что достаточно хороший бизнес, в целом, организация, модернизация электродвигателей, да, вот у тебя предприятие тратит миллион в год, это, миллион в месяц на электроэнергию, ну, почему бы не поставить, заменить все двигатели на дуйного, просто как капремонт? Ну, то есть, находить обморчиков получать и находить клиентов для этих обморчиков, и вот он, бизнес закрутился. Ну, возможно, да, ну, это же экономия много. И, опять же, вот, руководитель предприятия Тульского по ремонту, он рассказал следующую историю. Смотрите, что случается. Оказалось, очевидно, да, ты приходишь на предприятие, на котельные, говоришь, смотри, тратишь миллион в месяц на электроэнергию, давай мы эти двигатели перемотаем, поставим наши, может, дать и семьсот тысяч в месяц. Ну, очевидно же, ну, круто, им тридцать тысяч просто остается. Ты получаешь то же самое, а тридцать тысяч остается. И, как бы, ну, лучше отказаться, да. Но, глупо отказаться с точки зрения собственника котельных. Собственник, да, эти тридцать тысяч, ну, это его деньги. Но, как правило, собственник предприятия, на котором много электродвигателей, не занимается оперативным управлением. То есть, ну, у него хорошо все, у него крупное предприятие. А занимается главный инженер, главный энергетик. Ну, в общем, какое-то есть ответственное лицо за эту сферу интереса. А у главного энергетика, ну, как, он, скорее всего, уже взрослый, у него все устоялось по шагам. То есть, раз в день горит, отвожу на то-то предприятие, выделяется бюджет на ремонт этих же, может быть, там, какой-то кэшбэк, да, с предприятия. Вот, и, как бы, в жизни-то его все-таки разбирали хорошо. Тут приходишь ты и говоришь, ну, то есть, давайте, он говорит, вам все двигатели снимем. Вы понимаете, что снять двигатели? То есть, они там прикрепили такие, да, гайки не откручь. То есть, он говорит, дайте геморроя раз, ну, то есть, дайте сложности, дайте работы больше. То есть, собственно, говорит, разберись, эта технология хорошая, ты главный энергетик, разберись, эта технология хорошая, не надо нам применять. А главный инженер слышит, так, значит, сейчас тебе придется работать в 10 раз больше, а сказали, что гайки будут, бюджет на тебе на ремонт снизим, ну, как бы, вообще тебе не очень-то не надо. Вот, и возникает вот такая вот, как пробка какая-то, что ли, как какой-то вот, ну, элемент вмешания. То есть, я думаю, не знаю, не знаю, что ли. Да, со старой, который не дает, а по-моему, завируситься, как он, знаете, полетел, как Фейсбук по всему миру. Не так, консервативная область, сложная область. Вот Жень тоже сказал, 90% износ всех электродвигателей, ну, перепроектировать, ну, это, как говорится, весь цикл заново. Просто их электродвигатель не столько хороший, как инструмент при образовании энергии. Их изобрели 100 лет назад, спроектировали, начали производить, его производят, ну, там, 50 лет. И, ну, ничего, они не ломаются, они работают, и вот, не задумываются. А вот, ну, Дуиноман и Александрич, у команды, ну, уходят вопрос, мол, какого фили, может, мол, лучше можно уже делать, может, 21-й лет, может, что-то новое можно проектировать. Вот, вот, калантеты на вопрос, как это все делается, и где предприятия найти, почему мы на этот акцент не делаем. Да, на сайте будет раздел с обмочек, со всеми, мы это, понимаем, что на сайте, ой, на форуме найти их тяжелее, чем официально в сайте, на разделе обмочек, не в сайте. Или сортировать по региону, там, ну, вот, это все будет. Сейчас просто пока нет такого, на форуме все. Еще один комментарий, такой достаточно важный по предыдущему вопросу. Вот, мы достаточно давно ведем сотрудничество с Кришкин и Тенометнический заводом. Вот, они к нам прислали своего специалиста для того, чтобы посмотреть, возможно ли его отучить проектирование двигателей по данной технологии, или вообще по современным методам проектирования электрических машин. Вот, с ним немного начали вести работу, с этим специалистом, после чего сам завод, достаточно трудный завод, двигатель делал для метрового, и сейчас делает для метропоездов, после чего завод пришел к выводу, что нецелесообразно им готовить специалиста по проектированию таких машин, потому как на подготовку идет от пяти до десяти лет, не один миллион. А данного специалиста достаточно легко могут перекупить топовые компании, поэтому только несколько крупных и крупнейших компаний, которые занимаются проектированием двигателями, например, как Сименс и БП и так далее, могут позволить себе вести разработку современных двигателей. Опять же, большинство заводов компаний в менее крупном уровне гораздо эффективнее обратиться к нам, потому как у нас есть уже свои наработки, у нас есть опытная команда разработчиков, поэтому дешевле, проще, эффективнее, чем перекупать, точнее, перекупать, копировать, пытаться что-то, обратиться к нам, чтобы мы разработали и двигатель, и, собственно, технологию, и оснастку, поэтому гораздо эффективнее и выберем. Приобрести уже готовую оснастку, технологическую регминацию, которую они не могут привезти на себя на завод, приедут специалисты, затладить, все запустится и будет работать. Чем много лет пытаться скопировать и воспроизвести. Все здравствуйте, меня зовут Илья, у меня вопрос, скорее, ты сможешь сказать, к финансово-инвестиционному блоку, а не к техническому, по грядущему акционерному обществу. У вас уже есть представление, какой будет правовая форма его, и какого типа будут выпускаются акции? И другой вопрос, я так понимаю, если у вас у меня есть бизнес-план, у вас, как сказать, уже известно, какая будет точка безупыточности, сколько вы двигателей для этого надо будет производить, и в течение какого времени вы на такой план планируете выйти. Оптимистичный прогноз и пессимистичный. Спасибо. Да, вообще, спасибо за вопрос. Значит, первое, по акционированию. Давайте я вам на текущий момент скажу, что 100% пока никакого решения не принято, ну, в силу этого обстоятельств. Но хочу вам с вами поделиться вот нашими рассуждениями, да, вот как мы сейчас мыслим, что создавали систему. Значит, первое, в России нет закона на тему краудинвестики. То есть нет законодательства. Это не разрешено и не запрещено. При этом российская правоохранительная не позволяет, вот тем способом, каким мы собираем деньги, вот, ну, там нет инструмента, чтобы там надевать акции, облигации и так далее. При этом, что такое акция или облигация? Это зафиксированные обязательства компании перед теми людьми, кто, ну, на каком-то основании эти акции получил. Да, то есть, по сути, запись, кто кому сколько должен, и за что, и когда, да. А с другой стороны, как вот вы правите, на связи бизнес-план, то есть ожидание. То есть вы, давая рубль, вы когда планируете, что этот рубль к вам вернется, и когда вы на него сколько получите? То есть, почему вот у всех на слуху вот эти акции, да, там, акция, облигация, IPO, акция, облигация, IPO, то есть что это такое вообще? То есть акция, это вот, говорю, фиксация обязательств. Вот, рассматриваясь сейчас, ну, в общем, для нас за рубежом, за рубежом краудинвестики есть. То есть законодательно разрешено создавать, краю вот эти платформы, выпускать акции. То есть, когда акции не в чем-то подкреплены, а просто они, ну, созданы, придуманы. Поэтому рассматриваются два варианта. Либо за рубежом создавать компанию, которая является учредителем вот этого предприятия российского, и проводить ее акционирование за рубежом, раз. То есть, по сути, что нужно инвестору? Чтобы обязательства перед ним были зафиксированы какой-то независимой сторонней компанией, которая еще плюс и регулирует это взаимодействие. То есть, вот, акции и акционирование за рубежной компанией, являющейся учредителем российской компании, это позволяет сделать. Это первая схема. Вторая схема. Все вы слышите сейчас про вот эти криптовалюты. Что такое криптовалюты? Возможно, еще сложно смотреть. Есть технология распределенного реестра, блокчейн. То есть, по-моему, по-моему, что такое акции? Вы когда покупаете квартиру, есть орган, который записывает, кому какие квадратные методы принадлежат. Вот биржа – это такой же орган, который записывает, у кого, какой компании, сколько акций. То есть, это просто реестр. Это таблица VC, или другими словами. Но который ухранит человек или компания, которая за нее 100% отвечает. Вот что такое блокчейн? Это такая же таблица Excel, обыдно говоря, но которая хранится у всех пользователей сети. То есть, вот она, вот, как раз ответ реестр. Вы его уберите. Вы, 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 вы. Но еще и у каждого на компьютере хранится. То есть, человек лишен риска того, что компания, реестр-надрежатель, вот, допустим, смотрите, какой риск у вас есть сейчас. Если я буду удалить наши таблицы, я забыл, кто из вас сколько денег перевел. И кому компания сколько нужно. Понимаете? Это страх. Но на самом деле так. И поэтому я ее каждый час. В торце контроль, в торце контроль. На почте вся рассылая. И, грубо говоря, в этом моменте, если я переверну, что почему-то я проверю и восстанавливаю. Вот, по сути, акционирование – это фиксация обязательств. Да? Вопрос, кто это обязательство фиксирует? Сейчас, для бесплаты, это делаем лично мы, как лично я, в данном случае, да? И лично каждый из вас это в новом эфире все видит. Да? Говорю, надеюсь, может быть, кто-то из вас это и копирует. И это абсолютно правильно и хорошо. Дальше. Если проводить акционирование, вот именно создавать компанию, то фиксация, у кого сколько акций, будет делать просто другая компания. То есть, это все будет с зарубежной компанией. То есть, одна зарубежная компания будет фиксировать, кто сколько должен, там, другой зарубежной, ну, рамок другой зарубежной компании. А можно то же самое сделать на блокчейне, распределенном реестре, там, на российской компании. То есть, будут выпущены вот эти вот электронные акции. Понимаете, даже не говоря, что бумажные, что электронные у вас, что у Яндекс, там, в кошельке или в Сбербанке, это примерно одно и то же. Но Сбербанк выступает гарантом, что каждый рубль, лежащий на счету у тебя в кошельке, он никуда не денется, да? Вот как есть, но только это со Сбербанком. Если Сбербанк куда-то денется, у тебя рубль тут денется, да? В чем вот технология блокчейна? В чем ее особенность? Потому что она невозможна никуда не отъехать. Вот если про тебя записали, вот мы имитировали ручку, мы ее создали. То есть, мы записали, что какого числа сносно ручка? И это записалось не в одной базе данных, а сразу на миллионы компьютеров. После этого, то есть, мы имитировали акции, да, в данном случае, зафиксировано, что имитируем на 100 акций. Дальше у одной из акций появился владелец. Происходит запись на миллионе компьютеров о том, что акция номер один, теперь ее владелец не компания-производитель, а Синонов Сергей. Все. Если вдруг исчезает одна компания, вторая, то, ну, то есть, вот что тут случается? Они потеряли что-то. На 999-1990 компьютеров информация в этом осталась. То есть, невозможно потерять эти данные. Это выступит тоже как форма, знаете, современного акционирования. Вот ICO, блин, эти слова IPO, ICO. Короче, IPO – это размещение акций первичное. Очень просто. Это компания акций впускает. ICO – это компания криптовалюты впускает. Криптовалюта надежнее, чем акции, потому что криптовалюта – это база данных, хранящихся у миллионов людей, а IPO – это акция, это база данных, хранящаяся у компании, производящей IPO. наставка еще такая запустим. Поэтому, почему-то ответа нет, база, дерьмо работает, то есть, юристы над этим работают. Мы пытаемся понять, как правильно сделать, потому что в предыдущих наших проектах мы сами придумывали договора, договоры, как это правильно. Фиксация обязательств. Мы выпускали так называемые виртуальные доли, но только мы их хранили. То есть, нету сто процентов здесь правильного ответа, либо сделан по одному, либо другому, но метод рассуждения вот такой. Мы сами поступаем инвесторами, вы должны понимать, да, и мы, разумеется, ищем для себя систему прозрачности и защиты, в любом случае. То есть, мы точно ее найдем. У нас нет, это было выхода. Еще один комментарий, еще от точки безбыточности. В первую очередь, мы не собираемся производить двигатели, мы собираемся производить собственные технологии. Одна проект собирается 40 миллионов долларов. Одна продажа технологии это порядка 50 миллионов долларов. Так что первая же продажа технологии, она полностью укрывает всю собранную сумму средств. Во-первых. Во-вторых, почему это интересно производителя? Прямо средних размеров завод делает вообще право. Завод делает 5 миллионов двигателей в год. 3,4,5,6,8,10 миллионов двигателей в год. Покупает технологию. Работать по ней будет как минимум 10 лет. Это уже 50 миллионов двигателей. Далее получается около одного доллара за покупку технологии с двигателя. А двигатель стоит примерно 1000 долларов. Поэтому завода естественно достаточно выгодно это купить. Для него малые затраты. Особенно с учетом того, что материал емкости наших двигателей процентов на 30 пониже, чем стандартного двигателя. Поэтому он просто тратит 1 доллар на двигатель, экономит на двигателях на производстве порядка 100 долларов за каждый двигатель. Получает значительные конкретные преимущества в цене, потому что во многом борьба на рынке электрических машин четвероочных идет именно в цене. Примерно так можно сказать по одному поводу. Первый вопрос. Так как мы заговорили о криптовалюте, будет ли прием платежей в криптовалюте? Это первое. Будет добавлен. Просто сайт нет. Следующий есть, у Паши говорит, уже есть. Он зарегистрировал кошелек. Теперь не только мне на Сбербанк, но и Маша на антинернаторе. Мой кошелек. Это хорошо. Следующий вопрос про сайт. То есть как максимально быстро мы получим сайт с ссылками и чтобы мы могли работать с ним? Сайт полностью будет готов. В течение трех месяцев мы говорим до конца лета. с сайта до сайта как сайт вы понимаете сколько всего сайта? Ссылки плана. Самое главное что вы хотите услышать это когда будет возможность регистрации по реферальным ссылкам и жесткая привязка за тем кто эту работу проделал. Это будет в этом месяце. И третий вопрос от себя при удачном сборе инвестиционных средств мы идем по этапу собираем средства успели в этот в этот в этот то есть укладывая сроки на какой срок у нас все это рассчитано и так скажем самое лучшее развитие событий когда все эти сроки прошли когда мы начнем уже первым увидим что заработают вот эти все заводы и когда мы начнем получать свою прибыль на те инвестиции которые я отвечу не знаю вопрос я транслирую то что Дмитрий Александрович на винарах говорит мы не просто проводим есть во-первых разные сценарии развития и вот тот сценарий развития который Дмитрий Саныч с нами разговор был короткий я скажу сколько денег надо и когда и дальше мы делаем то что делаем такие планы Дмитрий очень разные для тех кто не знает какое было планирование когда мы начали весь этот процесс потому что первый год нужно 60 миллионов второй год 600 миллионов третий год 1,9 это такие планы такая цель была поставлена судя по тем что мы видим сейчас мы идем гораздо быстрее на следующий момент практически 8 чтобы было но в месяц мы 100% не закроем месяц 10 быстрее и первое потому что мы растем экспоненты это рост не линейный это будет и так далее дальше какие сроки я говорю по новому сценарию потом и говорил обычный интересант через два года мы получаем установочную банку порядка тысячи мотор-колес созданных по операции произведенных с ГЕМКО во время этого происходит организация производства серийного на собственной базе и концу третьего года цель выйти на план производства 15 тысяч мотор-колес если будет принято окончательное решение выпускать именно эти мотор-колеса то получается 17-й год сейчас плюс 3 года это состоит производство которое производит запланированное количество колес это 15 тысяч мотор-колес по году и плюс продана разработана одна технология то есть тот момент когда мы говорим о покупаемости то есть два года тысяча она у всех триллеров эти колеса мы продаем дальше 3 тысяча нет-нет-нет-нет получается вот эти два года 17-18 к 19-му году установочная практика к 20-му году предприятие производящее запланированное личное здравствуйте Юрий Сурадьев микроинвестор вопрос такой мы инвестируем во все разработки значит для меня просто дуянов скажем так не знаю как там предприятие аббревиатура называется то есть в любые разработки будут приносить нам скажем так гиганты да я через тысяч это значит вопрос вся продукция которая будет производиться этим предприятием она является то есть это объект и технология собственности разработки сделаны внутри производят компания которая производится все продукции выпущенные по ней они будут принадлежать соответственно инвесторам то есть по масштабу смотреть например есть разработан мотор-колесо на основе технологии сделан продукт дальше кто-то говорит мы хотим тоже такое же мотор-колесо производить себе соответственно технология поставлена мы просто копируем передаем и он с произведенных под руколес по этой технологии платит соответственно какие-то ройлки или не знаю Женя если ты хочешь выяснить с микрофона там будет плазменная резка там нет коллеги смотрите есть приоритетная даже для Дмитрия Александровича то есть я могу сейчас посмотреть есть вот прям готовый продукт который прямо сейчас продается который я не знаю как он тестирует нет не будем показывать там пожарные ну в общем там пожарные то есть есть технологии которые написал раньше занимался но сейчас он он дает Сереже и я с своими велосипедами мы двигатели делаем вот поэтому если ему спросить типа по здоровьям еще заниматься будем а мы участвуем ну наверное нет наверное негативно то есть есть приоритет то есть вот этим занимаемся то есть зачем другими заниматься нет ответ на наш вопрос нет не все они а вот теми в которые инвестируются средства и за те продукты которые будут произведены в рамках компании которая создается и которая финансируется благодаря этому способу добрый день Андрей Лопатин инвестор благодаря Сергееву компании Skyway я думаю что спасибо Сергееву что познакомился с компанией и думаю что здесь тоже будут инвестором больше предложений и даже не вопрос к руководству дело в том что сегодня на рынке уже порядка там несколько тысяч криптовалют но одна из них стоит совершенно в стороне это криптовалюта Ванкойн у меня больше предложений чтобы руководство посмотрело и возможность было покупать за криптовалюту Ванкойн потому что на сегодняшний день она стоит в стороне но так как компании деньги нужны будут и через год и через два то через год это будет кратное увеличение доходной части спасибо коллеги вот по таким предложениям а как обычно производит работа сегодня у нас так скажем была такая встреча для всех обычно на следующий день проводится такая рабочая встреча для когда администрация встречается активно то есть те кто хотят помогать у кого инициатива кто опыт имеет мы не будем наверное сегодняшний день раздвигать на два дня и вот у меня предложение у всех кто хочет более подробно пообщаться ну конечно что не надо со сцены вот какие-то такие кости перемывать самые какие-то тонкие вещи потому что неинтересно будет но в целом для дела это скелет это нужно это основная вещь и их мы с удовольствием предлагаем обсудить и встретиться вот сейчас мероприятие закончится мы тут все вместе ходим поговорим покатаемся пойдем сейчас разыграем будем кататься а потом после давайте сейчас не знаю с нового места рядом не знаю покажешь что ли но тут резко давайте кто хочет там соберемся с командой пообщаемся ну вот в таком и вот всякие вопросы задаем хорошо Андрей Луков Огненск у меня ответили вопросы вот не совсем понятно вот большой рынок большое место в рынке занимают маленькие двигатели те те что применяются в электроинструменте аккумуляторный электроинструмент вот асинхронный двигатель Дуинова он может применяться действительно в электроинструменте да конечно может применяться у нас уже готово несколько почти доработанных двигателей например для облаш леволевых машин то есть это никаких проблем не составляет и сейчас как раз это большая перспектива для европейского рынка где начинается отвечать коллекторные двигатели не минимальная мощность порядка там 100 лат если двигатель слишком маленький есть технологические ограничения по его изготовлению то есть маленькие роты просто не получатся пролить, двигатели получатся некачественные, здесь он будет проигрывать около третий, то есть какой-нибудь двигатель для вентилятора, акулера, процессора делается синхронным, смысла нет. Сорили о том, что есть огромный, конечно, рынок, это превращение механической энергии в электрическую. То есть туда и обратно, электрическую, механическую. Есть обратный путь, это превращение механической энергии в электричество. Это не менее огромный рынок, может даже и больше в какой-то степени, тут он больше снимает по киловаттам, это превращение, в частности, в турбину энергии, в генератор и электричество, которое нам подается сюда. Так вот, ваши двигатели, они позволяют обратно делать путь? То есть, да, превращают генераторы. Да, позволяют, уже пробована была, в частности, на генераторах знаменитых ролейных грузовиков Камазмастера, где за счет перемотки на наши обмотки генератор стал давать значительно больше эффектов, и повысилась его надежность, проверялась на генераторах электроустановок, то есть обмотка применяла, в принципе, для статоров синхронных генераторов тоже. И также, возможно, проектировали специализированные электрические машины, использование их в составе турбогенераторов, либо мощных генераторов, либо, наоборот, маломощных стационарных бытовых бензогенераторов. И, кстати, на бензогенераторах тоже проверяли данные обмотки, то есть не специально экспортированный двигатель был перемотан генератор, и мы получили по порядка 15% в экономии топлива на 1 кг час генераторной мощности. Спасибо. И еще такой вопрос, ну, по варианту компании. Конечно, вот все мы знаем, как компанию назовешь, как она и поплывет, как яхту, в частности, но вот то название, которое вы сейчас придумали, я до сих пор ее не запомнил. Она до сих пор не на слуху и не на это ее не оцеплял. У вас был на сайте предложение запустить процесс, как его назвать, как его назвать. Да. Может быть, действительно стоит подумать о бренде, чтобы оно было очень ярко, на слуху, и действительно... Коллеги, спасибо за вопрос. Ну, 100% стоит подумать, как и чего нет. Вот, и там, по-моему, 200 предложений уже о том, как назвать. А, ну, просто, поймите разницу. ООО с ОТОМАШ, какое-то название юридического лица. Я думаю, вы понимаете, что Apple, как бы, оно не ООО Apple, да? То есть, ну, там. Ну, просто есть бренд, ну, индивидуальная составляющая, а есть юридическая структура, там, так далее. Это разная вещь. 100% гренд нужен, пока у вас есть ассинхронный двигатель, да и новый везде, ну, не знаю. Но он появится, но будет, просто надо родить, может, инвестируют. Да, и СООМАШ, компания, которая занимается непосредственно разработкой технологии. Вряд ли вы где-то слышали название компании, которая занимается, например, разработкой технологии производства двигателей для Bugatti. То есть, кто не знает название? Или для какого-нибудь края страны? Ну, так что, да, с одной стороны вопросы отбывались, с другой стороны немного своеобразные. Раз уж про генераторы, тут у нас, кстати, вопрос сегодня интересно. Вот, Матер-Колесо, оно же и генератор под большим счетом, как Минсан сейчас я снял. Опять же, я могу брать или меня останавливать? Я, ну, не все, я понимаю, что я говорю. Я консервирую, говорю, я как этот, умножаю. Слышал ли ты, да, и дальше. Чуть-чуть запридорнул, и мы сразу. Вот. Вот в чем преимущество, допустим, мотор-колеса без магнитных, о чем еще Марланд говорит. Когда мы перемещаемся, допустим, нельзя сравнивать КПД только. Да, вот КПД какой-то, а, типа, у кого-то КПД больше. Есть вот режим эксплуатации. Ты едешь сначала, я еду на комплекс, ты едешь сначала в горку, потом в парк-борку. То есть, и вот, допустим, когда у вас, или, ну, я просто знаю, что еще тебе надо сказать. Сравните с моторовым колесом, сдвигайте на бдюйновую, с безмагнитными, с магнитными. Вот когда у вас магниты, значит, есть постоянная магнитная подаль. Вы где-то 30% движения, когда совершаете на транспорте, едете на карту, ну, нейтрал включаете, под горку куда-то едете. Вот если на этот момент у вас двигатель с магнитами, вот у кого кто-то на дироскутерах катался? Вот дироскутер, знаете, да? Они могут либо ехать, либо не ехать. То есть, они не могут катиться. Там магнит очень мощный. То есть, они, как говорят, либо тратишь энергию, то есть, даже катясь под горку, ты тратишь энергию. Либо они будут тормозить, тебя создают стомбозящий эффект. То есть, ты не можешь крутануть педаль и катиться дальше на карту. Вот на этом ты крутанул, поле выключилось, то есть, перестанут на движение, и ты катишься. Соответственно, вот 30% одно умение. То есть, в общем, сколько метров не проехал, 30 километров из них катился, примерно. Без одного отпуска, без одного, и все. Там, ну, что-то другого, там, тормозящий эффект будет. И второе, то что много очень, да, мы тормозим. То есть, какому, останавливаемся, да? Вот эта энергия торможания, она может быть электрической, но там, в общем, вот, от того, какие у тебя магниты, как какой-нибудь, там, наоборот, в целом, типа, слова. В общем, магниты у тебя в одном диапазоне эффективно работают. Вот, если так, ты чуть-чуть, посмотри, как это достаточно быстрее справляется. То есть, они не очень эффективно к генератору работают. Здесь же это все управляется с помощью контроля. То есть, это гораздо кивши система, да? То есть, ну, поэтому в сумме КПД гораздо больше. Но это не значит, что больше единицы. Вот, о чем, да, все это упрояется. Добрый день. Меня зовут Максим Заика. Украина, город Арматовск. Сейчас уже представлены инвесторам пакеты так называемых акций. Там фигурирует дисконт, как скидка относительно заявленной стоимости. Что конкретно такое заявленная стоимость? Как она была посчитана? Потому как, я так понял, что величина, собранная в средств, сначала подразумевается на первом этапе одна, потом будет еще столько-то средств. То есть, я слышал, что люди смотрят, да, точно сделают, да, нужно обратить внимание. Хочешь ответить? Ну, я могу ответить. Больше смотрите. Дисконт – это в какой-то степени маркетинговый инструмент для того, чтобы смотивировать людей на начальных этапах проекта инвестировать. Все понимают, что, допустим, это конец, инвестируют в проект лучше. И сидят, что до конца, правда? И мы должны были придумать какую-то мотивацию. Как это было сделано? Была, то есть, слово гипотеза – ожидание по прибыли. То есть, ожидание, сколько будет стоить компания в итоге, там, через 5 лет, к примеру. Если она будет выпускать один продукт, второй, третий и по струмтустица. Как бы гипотеза возвращается, сколько будет компания зарабатывать и сколько она будет стоить через 5 лет. Мы посчитаем, что она будет стоить порядка 8 миллиардов. При условии, что она будет выпускать, по-моему, по 3 производства в год. То есть, основным продуктом компании является не мотор колес, а технология установки производства. Вот если компания будет делать по 3 таких предприятий в год, через 5 лет она будет стоить 8 миллиардов. То есть, как бы говоря, потенциал капитализации за 5 лет до 8 миллиардов долларов. Соответственно, дальше мы, как бы, представляешь, не в том времени, и мы создаем 8 миллиардов акций. Ну, мы сами так придумали, мы сами решили, что их будет по тому доллару. И говорим, смотрите, люди, вы в будущем можете, чтобы нам получить вот эту прибыль 8 миллиардов, чтобы компания стоила 8 миллиардов, нам сейчас нужно собрать всего лишь 40 миллионов. То есть, получается, как бы, сумму, которую мы сейчас собираем, она во сколько там раз меньше? В 800? В 500? Ну, я не помню сейчас, я могу ошибаться. В 500 раз меньше. То есть, это дисконт, это потенциал капитализации, так называемый. То есть, если ты зайдешь в компанию на самый ранний сталь, ну, сейчас, когда, ну, так скажем, все шатковалка, ты рискуешь гораздо больше, чем, нежели если ты зайдешь в компанию, когда предприятие стоит, уже тысячи мото-колес выпустили, ну, допустим, через два года, и тебе говорят, друг, ну, извини, но потенциале ты не получишь больше, чем, там, в 50 раз, ну, там, да, по-моему, что там осталось в доме. А если ты зайдешь сейчас, то есть, когда деньги для нас крайне дороги, то есть, они крайне важны. Грубо говоря, там, сто тысяч рублей вложены сегодня, они для нас, там, ну, не знаю, сто раз, да, ну, ценнее, чем, там, сто тысяч рублей вложены, там, через два года. То есть, дискон — это потенциал капитализации, так называемый, это маркетинг инструмент, а пойти на начальном этапе. Вот, поэтому, ну, вы видели, что есть этапы развития, ну, этапы развития, и если бы их не было, если бы мы не говорили, что сейчас он такой, то есть, а как он выражается, потенциал развития? Мы вам больше акций доел просто на ту же сумму. То есть, инвестируя сто тысяч рублей сегодня, сто тысяч рублей завтра, завтра ты получишь акцию сумму меньше акций, но их, в целом, конечное количество. И оно определено, вот это вот, не просто, основным на ожиданиях по привыкам. Может быть сложно, короче, но, мы понимаем, это надо будет, ну, как раз разровывать, но, в целом, кто вот здесь не находясь, понимает, что какой дисконт, то есть, в предыдущих проектах. То есть, вы, в целом, поймите, что, ну, это решаемая задача. Это, ну, с кем мы предложили, Артолий Георгиевич Минский, то есть, ну, я не сразу тоже понял, но она такая, достаточно научная. Другой вопрос. Имеется ли директирован какой-то бизнес-план? Да. Какой документ? Этот, смотри, этот хороший вопрос, да, бизнес-планы есть, есть планы на реализации. В общем, ну, могу так сказать, смотри, мы можем выложить себе в руку, может посмотреть. Блин, ну, это, я не знаю, как объяснить. Много вы видели бизнес-планы написали? Ну, его пока не может быть, да. Да, ну, король, я послушаю, пожалуйста, это очень сложно, очень жестко, это первый раз. А вот мне еще очень понравился от Дмитрия Александровича Глинова, он говорит, что написать-то можно все, что угодно, да, и я говорю, он написает, и все, мы написали, вопрос, как бы, сможете ли вы это сделать? Ну, то есть, я не думаю, что не надо вообще-то, ну, бизнес-план есть, все в порядке, можете посмотреть, да, и, как отношения у вас к бизнес-плану, что можно, ну, планы настроить, ну, там, любые, можно их недовыполнить или выполнить, как бы, ну, чтобы не суперсерьезно относиться, да, то можно взять бизнес-план и решать, что здесь ошибка, вы, значит, вы ошибились, ну, что-то у вас не получится, да, да, кинзитарная ошибка. Чтобы не суперсерьезно, просто как бы опустить все, да, 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 да. Ну, и последний вопрос, который связан также. С какого момента будет идти возврат к инвестиции? Хорошо, значит, если сейчас забудут, первое, второе, через вопрос, напомню. Значит, во что инвестируется? Создается предприятие, которое будет производить другие предприятия. А вот эти вот другие предприятия будут выпускать конкретный конечный продукт. Вот, да. То есть, смотри, приходит заказчик и говорит, мне нужно, опять же, под примером, мотор-колесо. Что происходит? А, мотор-колесо подачи следующих параметрами. По номиналу 10 кВт, в пике 20, весом не более 20 кг массы, и в токабаритах. Компания говорит, окей. Дальше она делает ее математическую модель. Ну, то есть, проектируется, и тогда электромагнитная система проектируется. То есть, ну, грубо говоря, в компьютере это все делается, на децензионном ПО, на серверах и так далее. Он, получается, дизайн-картинка. Дальше на основании этого проекта делается единичный централ. Вот, как вы видите. И он начинает тестироваться. То есть, в соответствии с тем параметрам заявленным, как и так далее. Заказчик говорит, да, это он, вот такой нам двигатель нужен. Но ему же не один двигатель нужен. Он говорит, вот, а теперь сделай мне предприятие, а спроектируй мне предприятие, которое будет выпускать мне в год 50 тысяч таких единиц. То есть, спроектируй теперь предприятие для выпуска вот этого продукта в таком-то количестве в год. Потому что ему может понадобиться 15 тысяч единиц в год, а может понадобиться 1,5 миллиона единиц в год. Это разные предприятия, это разные способы производства. Штамбовка, видео. Ну, разные технологии. Ну, я уже говорю, то есть, сам станок, даже, ну, не станок, а производственная линия, он состоит там из ряда стамбов, из-за всяких, гран-балов, не знаю, туда, расплодовок, ну, чего там только нет, ну, сложно, я не знаю, как это работает, короче. Но смысл в том, что это тоже проектируется. Проектируется не только продукт, но и предприятие, оснастка, которая создает этот продукт в том количестве, которое нужно, ну, заказчику. И вот именно вот это и есть тот продукт, на котором будет в основном зарабатывать компания. То есть, компания сама себе может заказать, разработать, допустим, мотор-колеса и сама его производить. Но, как бы, как предприятие, очень интересно. Ну, это, это обычный купительность такой. А вот проектированные предприятия, это классно. В принципе, некоторые особые прибыльные двигатели можно с ними производить, ставить предприятие. То есть, есть общий пром, который проектирован низкий, короче, ну, да, есть. Отдельные специализированные двигатели, которые очень экономически удобно производить, их можно, и производство можно оставить под своим контролем. Да, то есть, мы не говорим о, в общем, я говорю о вещах, о том, лице Дмитрия Александровича, не надо. Дмитрий Александрович, придерживающих позиции. Разработчик должен разрабатывать. Производственник должен заниматься производством. Маркетолог должен заниматься маркетингом. Производством велосипедов Дмитрий Александрович не должен заниматься. Но это не значит, что в компанию не придет вот один из вас, который все душой любит велосипеды, и не будет в рамках компании создать подразделение, которое у самой же компании, как покупает эти мотор-колеса, само нашло в эту раму, контроллер. Дмитрий Александрович помог это все обвязать в хорошей, и просто производит теперь велосипеды. Это не исключает. Но это не основное. А, возврат инвестиций, значит. Смотрите, вот еще вот здесь вопрос. Давид написал, кто же решает, он похож. Насколько будут уверены инвесторы в получении дивидендов? Не возникнут ли ситуации, когда придется в период крупных инвесторов, и мелкие инвесторы не будут получать ожидания прибыли? Печаль, компания, содержание скрома, размер и так далее. И когда дивиденды, когда выходят, ситуация следующая. Есть вот тут как бы ожидания по плану и бизнес-плану. Значит, поэтому плавно. Прибыль компании начинается после третьего года, после продажи первой технологии по производству. Соответственно, не придет ли крупных? Ну, за последние четыре года крупных не пришел. Но, возможно, как бы есть компания, которой нужно всего 2,4 миллиарда. Если вдруг кто-то больше будет захочет, это уже не будет касаться этой компании, каких-то предприятий, организаций конкретного производства и так далее. Но если ваша доля зафиксирована в компании, все, она и есть. Если кто-то сверху доложит еще больше, это не значит, что у вас стало меньше. Количество ограничено. Коллеги, кучу вопросов. С удовольствием ответить, давайте покутан. Как я предлагаю провести розыгрыш? Кто хочет кататься? Поднимите руку. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok